В эфире телеканала «Город» информационная программа «День города» в студии Анны Герцовской. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Почта России прогрессировать может все, только не ситуация в отделениях. 3-4 часа в очереди – вот к чему привыкли рязанцы. Гриб не дремлет. Горожане тоже во всеоружии. Четверть рязанцев уже сделали себе прививки от вируса. Пропавшее дерево на центральной улице города. Возле памятника Надежды Чумаковой неизвестные срубили и увезли дерево. Утро понедельника для некоторых рязанцев началось с многочасовой очереди в Почте России. На улице Грибоедова в 6-м отделении порядка 40 человек стояли друг за другом в одно окно, чтобы оплатить коммунальные платежи, отправить посылки, получить денежные переводы и пенсии. Возмущению рязанцев нет предела, зато работники Почты не стремятся исправить положение. Одно окно с работающим компьютером находится в бездействии. Подробнее смотрите далее. Съемочная группа посетила это отделение Почты в 10 часов утра. Организация работала с восьми. К этому моменту общая группа граждан менялась. Кто-то не выдерживал ожидания и уходил. Новые лица становились в очередь. Бардак, мягко говоря, но грубее нельзя. Народ постоянно. Летом чуть поменьше, зимой тут будет вообще не продохнуть. Ну вот стою на иголках. В 11 я должна быть в школе ребенка с 3-й, с 1-го класса. Вот сижу уже 35 минут, прошли 4 человека. Арифметика проста. Придя в очередь, в которой уже стоят 30 человек, люди проводят в отделении как минимум по 2-3 часа. Работники Почты общаются с гражданами только через одно окно. Второй компьютер стоит не у дел. Еще летом через него принимались коммунальные платежи. Теперь по любым вопросам люди стоят в одну очередь. А кто у меня сядет за этот компьютер? Вы, например. У меня тоже работают. Я почту обрабатываю, которая пришла. Ну а почему нельзя организовать, чтобы еще один компьютер работал? Потому что некого посадить сюда. Вот сейчас стажеры отучатся и сядут, будут работать. Когда это произойдет? Через неделю один стажер уже выходит работать. Я здесь работаю с 15 сентября. Здесь так всегда. Еще одной причиной этого коллапса является то, что граждане не могут оплатить коммунальные платежи в другом отделении на площади Попова. Вот сегодня зашла, там сидит заведующая и ее зам, и все, и больше никого нет. Ничего не принимают. Там вообще не работают. Кварплату никогда не принимают. Казалось бы, за квартиру можно заплатить и через интернет в отделении банка. Но пожилые люди привыкли платить на почте. Тем более им здесь возвращают сдачу. Однако эти услуги на почте можно реализовать только до 12 часов дня. Потому что после двух часов люди не могут получить посылки, если будут коммуналку принимать. Все отделение почты уже не первый месяц работает с 8 до 16.00 с перерывом на обед с часу до двух. Как быть тем, кто работает до 6 вечера, неизвестно. Люди, пришедшие сюда в понедельник, разворачиваются и уходят до вторника. Потом также в надежде приходят сюда в среду. С каждым днем очередь только накапливается. Люди уже знакомы друг с другом. В субботу пришла, здесь квартлату не принимали. Думаю, приду в понедельник – никого. И вот еще сижу. В субботу сидела полтора часа, и сейчас, наверное, два часа буду сидеть. Если бы отделение работало до 8 вечера, как это положено, тогда многодневная очередь имела бы шанс сократиться. У людей есть свое мнение, отчего здесь все так запуталось. Почему на почте работать некому? Меняются без конца девчонки здесь, без конца. Надо решить тогда проблему, почему они без конца здесь уходят. Значит, зарплату прибавить им. Может, заинтересовать людей, как-то может и зарплату поднять. За 5 рублей никто не будет работать. По словам единственного работающего оператора на почте, к сегодняшнему дню она уже уволилась из этого отделения. На вопрос, почему так долго через нее проходят клиенты, она лишь ответила, что выполняет свою работу. Ну как долго? Ну если подходит с несколькими книжками, от меня же не может человек отойти так, как если бы он был сложной. Оператор почти плачет. Люди в негодовании добро пожаловать в почту России. Люди надеются, что ситуация рано или поздно изменится, а пока от безысходности продолжают находиться в очередях, прося хотя бы о том, чтобы в отделении прибавилось стульев для того, чтобы просидеть здесь три часа. Грипп до сих пор остается непредсказуемой и трудноуправляемой инфекцией, вызывая вспышки и эпидемии по всему миру. Рязанская область не исключение. Обычно вспышки гриппозной инфекции носят бурный характер и продолжаются 6-8 недель, буквально парализуя жизнь общества. В среднем один из десяти представителей взрослого населения заражается гриппом каждый год, а среди детей каждый третий. В Рязань грипп придет, по словам сотрудников регионального Роспотребнадзора, в декабре. И для того, чтобы встретить его во всеоружии, необходимо сделать прививку, считают специалисты. На данный момент в области привито 25% населения. Основной сезонный подъем мы ожидаем где-то конец декабря, начало января. Поэтому иммунитет нарабатывается от вакцины. Вот минимум это две недели и хороший иммунитет это два месяца. До 1 ноября у нас вот эта вся прививочная кампания должна пройти. И поэтому мы его должны встретить, то есть люди все должны быть привитые. Особенностью этого сезона является то, что ожидается вирус под названием Гонконг. Хотя, по мнению некоторых врачей, это не более чем обычная следующая мутация гриппа. H3N2 это как раз о чем мы говорим сейчас. Это сезонный грипп, о котором он каждый год у нас регистрируется. Но просто на сегодняшний момент он в таком виде у нас. Рязанский регион стал одним из первых в стране, где была подхвачена инициатива министра обороны Сергея Шойгу об организации отрядов военно-патриотической направленности в составе Всероссийского движения Юнармия. Юнармия. Вступить в отряды могут дети от 8 лет. Они будут принимать участие в слетах, военно-спортивных играх, походах по местам боевой славы и других мероприятиях патриотической направленности. Юнармейцы носят специальную форму и по несколько дней живут в казармах с десантниками. Подробнее о движении знает Марина Комиссарова. У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Эти слова стали девизом молодого военно-патриотического движения Юнармия. Цель создания Юнармии в том, чтобы воспитать из парней и девушек настоящих патриотов своей страны. В числе первых вступивших в Юнармию оказались ученики школы номер 37, которые заслужили это право успехами в учебе, работой в роте почетного караула, участием в различных смотрах и конкурсах. Создание Юнармейского движения обосновано именно в условиях нынешних политических реалий, когда мы видим, что это агрессивная политика со стороны зарубежных стран в отношении России. Возраст участников этого движения от 9 до 16 лет. Я хочу сказать о том, что после того, как мы вернулись с этого слета, 2 октября у нас было возвращение, в понедельник уже ко мне подходили ребята, которые говорили, а когда, а когда, ну когда мы поедем на следующий слет. Присягу ребята приняли в середине сентября. После приятия присяги появилось больше ответственности. Мы носим форму, мы занимаемся спортом больше. Мне это помогает в спортивных достижениях, на уроках и просто для себя. И уже в начале октября ребят ждал первый областной слет юнармейцев. Для ребят из обычной школы, никогда не державших в руках оружие и не проходивших по плацу строевым шагом, сборы подобного рода были в новинку. Но справились они на отлично. Ну, самое сложное, наверное, было это нормативы сдавать. Мы потягивались, отжимались. У нас был бег на 100 метров, на 2 километра. Ну, конечно, самое сложное было подтягивание для меня лично. Ну, ребята вроде все хорошо справились с этим. Кроме того, движение стало дополнительной мотивацией для ребят. Попасть в отряд уже хотят многие школьники. Но для этого необходимо быть отличником учебы и вести активную спортивную и общественную жизнь. Я хочу стать, как мой брат. Планируется, что юнармейцы будут активно участвовать в внесении службы на посту номер один на площади Победы, работать с ветеранами, ухаживать за захоронениями и памятниками. Помимо учебы, юнармейцы получат углубленные знания по географии и истории России, будут заниматься волонтерской деятельностью, смогут получить дополнительное образование по выбранному профилю. Их ждут занятия по начальной военной подготовке, экспедиции, спортивные состязания. Кроме того, подростки получат навыки в прикладных видах спорта, стрельбе, строевой подготовке, преодолении полосы препятствий. В конце учебного года планируется проведение всероссийской военно-таксической игры. В редакцию телеканала «Город» обратились жители Рязани. Они возмущены тем, что возле памятника Надежде Чумаковой на улице Вокзальной было срублено дерево. Наш корреспондент выехал на место, чтобы разобраться, действительно ли это произошло и насколько правомерна вырубка деревьев на центральных улицах города. В сквере у памятника Надежде Чумаковой на улице Вокзальная местные жители обратили внимание на спиленное дерево. По словам горожан, дерево было спилено владельцами рядом находящегося ломбардного магазина из-за того, что Ива закрывала рекламную вывеску. Подтверждающей информации сотрудники магазина не дали. Однако и у нас нет точной информации, что спилили дерево именно они. Опровержение этой информации сообщает рабочий персонал библиотеки имени Есенина. Пропажу они обнаружили в четверг, 6 октября. Я пришел, приходил уже к минуту, 15-20, 8-го. И все это, а сказали, да, не обратили внимание. А потом уже я этой женщине сказал, и как бы она научилась, она не сам. Мы решили узнать у проходящих мимо горожан, но ответ был один и тот же. Здесь спилили дерево на прошлой неделе. Вы, может быть, видели? Не видел, не знаю. Ты мне в курсе даже. Нет, не видела. Нет, нет, я не видела. Нет, я это не видела. По информации жителей, обратившегося к нам в редакцию, дерево было здоровое. Посадили Свердловскую иву в день открытия памятника Надежде Чумаковой. Свердловская ива была одной из самых любимых деревьев Надежды Ивановны Чумаковой. Много раз пытались уничтожить это дерево, делались подпилы. Наша съемочная группа тоже это заметила. В пятницу Управление благоустройства уже были уведомлены об этом инциденте. По этому делу будут проведены проверки. Чтобы срубить дерево, нужно взять разрешение. По всей видимости, дерево устранили нелегально. По закону, участник вырубки должен выплатить штраф от полторы до трех тысяч рублей. Если же дерево находится в природоохранной зоне, штраф увеличивается до 30 тысяч рублей. Остается только догадываться, кому же помешало это дерево и зачем его спилили. Спортсменам плавательного бассейна «Аквамед» были присвоены юношеские разряды. Плавцы, тренирующиеся на территории Рязанского государственного медицинского университета, прошли квалификационные соревнования еще в мае. Теперь итоги подведены, а разряды нашли своих обладателей. Бассейн «Аквамед» открылся на базе РязГМУ в 2014 году. За прошедшее время он стал не только местом, где воспитывают и тренируют будущих спортсменов, но и одной из лучших площадок для проведения соревнований различного уровня. Проходят здесь и квалификационные состязания, по итогам которых юным пловцам присваиваются спортивные разряды. Как раз подобные соревнования стали финальными в 2016 году. Прошли они в бассейне «Аквамед» в конце мая, и по их результатам около 80 воспитанников получили спортивные разряды. Участвовали те, которые занимаются в нашем бассейне на данный момент. Но в будущем, может, мы будем приглашать кого-то других. Но на данный момент мы хотим провести именно среди наших детей, потому что дети плавают недолгое время, некоторые плавают вообще несколько месяцев, и даже за несколько месяцев они научились плавать, и даже выполнили спортивные разряды. Так что очень хорошо. И даже девочки, например, которые в течение года проплавали у нас всего один год, выполнили уже первый юношеский разряд. На протяжении всего года упорно работали не только спортсмены, но и весь инструкторский состав. Они искренне переживали за своих воспитанников, вместе с ними боролись за лучшие результаты. На данный момент соревнования, связанные с ними волнение, остались позади. И на прошедших выходных юных спортсменов ждала весьма приятная церемония вручения классификационных книжек и разрядных значков. Для тех, кто получил второй и первый юношеские разряды, подобная церемония уже стала, если не привычной, то во всяком случае не столь волнующей. А вот для третьей разрядников это первая серьезная победа. Петрика Артем Алексеевич Поздравляю вас с такой выдающейся наградой, первой вашей наградой. И надеюсь, что не последняя. Будете также заниматься плаванием, участвовать в соревнованиях. Последующие соревнования со всем рядом. Всех вас поздравляю. Желаю здоровья. Среди тех, кто впервые получает квалификационные награды, Валерия Ивкина. Плаванием она занимается порядка двух лет. Сегодня девочка счастливо улыбается, держа в руках классификационную книжку и свой первый значок. Однако на этом она не собирается останавливаться. Конечно, я бы хотела получить первый взрослый разряд. И я буду стремиться к этому значку. Тренеры Аквамеда, конечно, во всем помогут юным спортсменам. А отличная вода и современное оснащение бассейна также будут способствовать новым победам. Один из популярных телеканалов «Домашний» побил свои рейтинги. Наступление осени отразилось на предпочтениях телезрителей. Преимущественно, женщины стали проводить больше времени за передачами телеканала. Видимо, погружаться в «Домашние дела» под ту программу, которую предлагает телеканал, им очень нравится. Первый месяц оседнего сезона телеканал представил сразу несколько премьер. Шо о финансовой грамотности «Кризисный менеджер», документальные сериалы «Замуж за рубеж» и «Женский детектив». Также этой осенью на телеканале состоится громкая премьера проекта, который по праву можно назвать международным. Зрителям представят первый русско-турецкий сериал «Восток-запад». А 5 октября прошла презентация сериала. Представить проекта «На берег Средиземного моря» приехали актеры Евгения Лоза и Аднан Коча, режиссер Денис Елеонский и генеральный продюсер «Домашнего» Наталья Клевцова. После просмотра первой серии гости смогли пообщаться с создателями проекта. Так, а в ходе пресс-конференции Аднан признался, что между ним и Евгением возникла химия, поэтому они легко понимали друг друга и не испытывали никаких неудобств. А вот Евгения Лоза отметила, что, посмотрев сериал, зрители смогут увидеть неизведанную им Турцию, не имеющую ничего общего с системой All-Inclusive и пляжным отдыхом. Генеральный продюсер «Домашнего» Наталья Клевцова рассказала, что этой осенью телеканал не только расширяет географические границы своих проектов, но и расскажет о том, насколько важно бороться за свое счастье. История любви Татьяны и Кемали основана на реальных событиях. Никто не знает, где он встретит свою судьбу – в соседнем магазине, по пути на работу или же за тысячи километров от дома. В общем, совсем скоро вашему вниманию будет представлен сериал о любви, стирающий границы между двумя мирами и людьми с разным воспитанием и семейными устоями. И о том, что секрет счастливых отношений – это не общий менталитет, а умение находить компромиссы и не сдаваться после первой же неудачи. Ну а посмотреть сериал «Соединивший Восток и Запад» и «Рассказывающий о любви на стыке культуры» зрители домашнего смогут уже 17 октября в 21.00. На данный момент это все новости, которые мы для вас приготовили. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте – город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова